Компьютер. Приветствую, дорогой Рашид, сердечно. Как настроение, как погода, какие вдохновения у тебя сегодня? Ну, ты сразу задал целую кучу вопросов. Вдохновения, не знаю, сейчас поймем во время беседы. Я зарядку твою перед беседой сделал, чтобы... Ты что, 8 километров пробежал, что ли, сейчас? Нет, ты еще только приготовился, но, так сказать, первое дело это с тобой, а потом уже я займусь... Я думаю, сегодня больше будет, потому что обычно после разговора с тобой я прохожу и пробегаю больше 10 километров. Так я нормально 8-9, а после тебя вдохновение идет больше. Ты знаешь, что у меня одна женщина в мудром возрасте написала. Она сначала написала, как помочь внуку, чтобы он отлепился от компьютера. А я им обычно пишу в таких случаях. Пишите всегда понятнее, чтобы было понятно, потому что мы не живем в головах друг у друга. Моему правнуку, например, я написал, 5 лет, а другому 1 год. А вам? Она в мудром возрасте, в таком мудром возрасте. А другая женщина в таком мудром возрасте мне пишет. Я сама залипла на компьютер, потому что я в вас влюбилась, потому что вы мне помогли выйти из такого состояния. Слушай, я это часто слушаю. Я, говорит, хочу дом купить, машину купить. Я говорю, слушай, ничего не покупай. Краски мне пришли, я нарисую краски. Она сейчас хочет вместе с нами поговорить. Если хочешь, я тебе ее выведу. Она в мудром возрасте. Но она говорит, я помолодела. Я помолодела, говорит, слушай, я хочу, короче, я с ней поговорю. Я ей скажу, выходи с Рашидом в следующий раз мы поговорим. Ну, давай в следующий раз, да. Почему? А то мы с тобой, знаешь, получается у нас какой-то мужской разговорчик все время получается. Два мужика, про которых уже я там читал, кто-то сказал озабоченных. Всем таким мужикам я посоветовал быть озабоченными в нашем возрасте, когда мы о бабах говорим. Я им тоже желаю в этом возрасте любить все женщины. Я тебе хочу сказать одну вещь. Одна женщина, одна женщина тоже в мудром возрасте, она мне сказала, после встречи с вами, вы меня, говорит, превратили, что ли? А я говорю, а что это такое? Превратили, да, понял. Ну и что? Превратили. Да. Я говорю, слушай, ну ты методику, которую я тебе показывал, возьми, попробуй, подруге тоже покажи. Или мужику какому-то покажи. Она через две недели мне пишет. Я его превратила. Ты теперь у меня влюбился и таскается за мной, и таскается. Слушай, ну ты представляешь, какие чудеса происходят? Ну потому что я сейчас разрабатываю метод, чтобы продлить долголетие и омоложение сделать. Ну это, по-моему, это будет писк. Нобелевскую премию за это можно будет тебе дать. Ну да, я же еще акушер-гинеколог по образованию. Когда медицинский учился субординатуру по акушер-гинекологии, а интернатуру по психиатрии. Так некоторые женщины говорят, у меня опять месячные начались. Через 10 лет после меня напал, месячные начались. Я говорю, не пугайтесь, потому что гормональный баланс восстановился. Я им объясняю, у вас они прекратились тогда не потому, что как положено, а потому что вы все время в напряжении были, в стрессе были, эндокринная система перестала работать. А сейчас она восстановилась, теперь у вас так как нужно. Она говорит, а куда я буду это девать, вот эту молодость? Я говорю, ну как? Куда? Ты скажи, вот у нас еще такие молодые, чтобы помогут, так сказать, найти применение. Да, конечно, это я уже шучу, но потому что когда человек говорит, что я буду надевать молодость, я уже улыбаюсь, понимаешь? Ну а это так прямо влюбилась, прямо не зная, куда деваться, понимаешь? Сама, она говорит, как внукам сделать, чтобы не залипали в компьютер, а сама теперь сидит в компьютере и все время мне пишет и пишет любовные записки. Так она залипла не на компьютер, а на тебя, как ты понять не можешь? Как ты понять не можешь? Ну, она на тебя залипла, а ты про компьютер. Ну что, может быть мне на вебинаре дать кусочек этого? У нас же вебинар сейчас будет, да? Ну ты хозяин, да, ты смотри, если, так сказать, в струю попадет она с этим, но вообще нам бы с ней поговорить тогда. Я хочу на вебинаре о продлении долголетия, о омоложении, маленький кусочек, потому что сейчас все за этим гоняются, я так понял, по интернету. Какие-то миллиардеры ищут, какие-то такие ученые какие-то вещи ищут, чтобы как-то продлить свою жизнь. Да, да, у них все уже есть, у этих миллионеров жизнь хотят продлить. Так я только кусочек дам, потому что там есть и паршивцы тоже. Ты меня слышишь, Аши? Да, что-то у тебя создано. Я говорю, мы все с ней терпели. Слушай, а... Я не слышу тебя. А, молчал точно? Сейчас лучше. Ты там на беговой дорожке, что ли? Да, это вообще. Что-то есть голый такой. Всегда понимаешь, что я... Я руки заняты, я движу, мяч, я работаю, ноги, руки. Здесь все работает, понимаешь, на этой дорожке. То есть у меня, как говорится, все задействовано. Ты знаешь, я обратил внимание, народ как сразу откликнулся, когда ты сказал, что ты работаешь над этой темой, и у всех сразу, как говорится, сколыхнул все свое сообщество. Все теперь с нетерпением ждут, когда ты начнешь нам рассказывать о том, как твоя работа продвигается. Во-первых, Рашид, для скептиков, скажу сразу, я сам личный пример. Потому что именно раскрывает... Нет, ты ошибаешься, а я что? Ты меня что выбрасываешь-то? А я что? Ты сколько километров каждый день бегаешь? 8-10, да, 8-10 каждый день без пропуска. А ты что, ключ когда применяешь, вот скажи мне? Ключ, первый я делаю с утра зарядку. Синхро-гимнастику, синхро, потому что, когда говорят зарядка, они полагают, что это механическая физика. А там вектор внимания... Нет, именно твою. Я называю гимнастику Хасая. Вот для себя я ее называю гимнастикой Хасая. Ты называешь ее синхро-гимнастикой. Ну, для меня вот так, понимаешь? Я понимаю, но когда говорят синхро, это значит с подбором действий синхронно текущему состоянию. Это необычная механическая физкультура, поэтому она омолаживает. Слушай, сколько минут ты делаешь? Сколько минут? Для меня? Ну как, я 5 минут делаю? Ну, 5,5 минут делаю. Да, вот все. Но я ее использую для того, чтобы сбросить все, что мозг с собой притащил со вчерашнего дня, понимаешь? Чтобы на сегодняшний день он был свежий, чистый и по-новому загружался. Вот я так использую твою синхро-гимнастику. Я понял. Слушай, я сейчас вынужден, знаешь, чем еще заниматься. Люди с фронта возвращаются, я их восстанавливаю. Ну, это святое дело. И, по-моему, здесь... Хорошо, в разных концах люди. И у нас в стране, и везде отдельно людей, которые вот то без руки, то без ноги. Потом он пить начинает, потом жена его звонит мне, как помочь, как туда-сюда. Слушай, помнишь, я тебя познакомил с одним мужиком, миллиардером, который был начальником нефтяной компании большой. По-моему, четвертая была в стране у нас. Это было, по-моему, очень давно. Ну, да, ты про алмазы говоришь? Да-да, алмаз, 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 да. Да, но он занимался компьютерным, он нефтяником, он занимался, по-моему, программным обеспечением, да. А, ну да. Слушай, ну я же к нему, он же меня попросил, он мне говорит, помири меня с женой. И потом у него дети аутисты были. Я летал в Испанию, как раз после операции, я такой подвиг совершил, летал в Испанию, помогал. Слушай, ну ты с ним перестал общаться, что ли, или что? Такой интересный парень он был. Чтобы твою минику, ну, как говорит, вглубь распространять. И не только помогать, вот, я понимаю, сейчас помочь вот тем, которые вернулись с фронта, им надо и физически им сказать, что жизнь на этом не кончилась, что они еще могут творить и дальше. Это дело ты делаешь. Я же говорю, ты миссия, тело именно святым, а Дох Святой ты распространяешь. Вот, и основное, вот то, что тема ты сказал, да, долголетие, да, и здоровье. Потому что здоровье нужно для того, чтобы долголетие было, но в то же время непросто, значит, быть живым и здоровым, да, но и дух, чтобы был, потому что без духа, я так понимаю, здоровье, без здорового духа здоровья не будет. Значит, я же это делал уже, я много раз делал, я же в Доме ветеранов воин и вооруженных сил два года работал по предложению департамента нашей, Москвы департамента, который социальной защитой занимался и так далее. Швецова тогда еще, Людмила Ивановна была, мы с ней дружили. Я же работал в этом центре. Потом Валерик Михайловский в Крюково, в Зеленограде, он руководил центром, где афганцев восстанавливали. Еще во время войны с Афганистаном. Слушай, а Руслан Аушев, герой Советского Союза, который там, он мне говорит, а сколько стоит, например, если ты будешь нашим всем, говорит, давать свою методику, а я пошутил тогда. Я говорю, да это дешево, одна бутылка водки. Я в шутку сказал, а он не понял. Он мне говорит, у нас там сейчас не пьют. Ну ладно, но вообще это как раз повторение мать учения, и сейчас, по-моему, острая необходимость именно вот в твоей методике, в твоем подходе. И не только, чтобы, понимаешь, коллегу вернуть в жизнь, я извиняюсь за это выражение, да, который потерял какую часть тела, но и чтобы он понял, что на этом жизни кончилось, и он может продолжать ее дальше, именно на высоком творческом уровне. По-моему, сейчас вот большая востребованность будет именно в твоей методике. Не просто одиночник, как сказать, у кого Бог болит, у кого рука болит, а вот именно подход нужен опять выходить на этот уровень. Я так думаю. А здоровье нужно для того, чтобы и долголетие было, понимаешь? Проблема, хоть и говорят, мир перенаселен. Вот, нехватка большая людей. Ты же видишь, сейчас и пенсия уже уходит 65, а в других странах и под 70 лет, потому что нехватка рабочей силы, а нужны именно здоровые люди, которые долго живут и творят. Ведь чем старше становишься, тем мудрее становишься. А то, получается, возраст приходит, а мудрости нет. А ты как раз помогаешь и мудрости, и возрасту идти одновременно. Ну да. Наверное, так. Поэтому я говорю, что... Вот смотри. Я как-то прочитал один коммент, когда я сказал, человек путает религию, самосовершенствование, йогу, все в один котел. Вот давай характеристику тому, что у тебя увидел. Люди глубоко заблуждаются, ты совершенно другое, у тебя не религия, если только не назвать тебя свою, ты свою религию создал, но у тебя нет идеологии. Ты используешь не как в индуизме и в буддизме, когда йога является просто одной из составных частей идеологии или философии этой религии, которая позволяет сделать только одно, путем физических упражнений освободить свой разум, чтобы уйти туда вот, в нирвану. И там, как говорится, забыться от всего земного. Ты же наоборот учишь. Ребят, не надо улетать туда. Надо сбросить весь мусор, который накопился, и освободить дорогу к светлому творчеству. Так они об этом и говорят, это же самадхи, они об этом и говорят, просто люди не все понимают, потому что хатха-йогу Рома Чарака принес на запад. Он же бизнесмен был, Рома Чарака. Бизнесмен обычный, он взял йогу по кусочкам. Да, они сделали их. Они стали там руки закладывать, руки закладывать, сложные дыхательные техники делать и думать, что это йога. На самом деле это не йога. Йога – это система духовного, физического самосовершенствования. Нет, вот это не самосовершенствование. Рашид, поправь там звук, у тебя со звуком что-то не так. Звук поправь, пожалуйста, там. Рашид, тебе почти не слышно, потому что там что-то с микрофоном. Я знаю, что ты в другой стране, далеко там, не хочу называть, где ты находишься. Но я тебе скажу, я там был у тебя четыре раза. Давно еще, давно еще. И там у меня Хана Стронг, которая была, жена этого, Морриса Стронга, который был хозяин всего электричества Канады, там был. Да, и он у меня на курсах был. Хана Стронг говорила, видишь колечко, это мне Далай-Лама подарил, говорит. Она же собиралась там, Колорадо, в этом кино со мной снимать. Ну, короче говоря, это целая история, я тебе потом расскажу, там у тебя микрофон, это что-то вот. Хорошо, я не знаю, но вроде бы все время мы работали с этим, был звук, сейчас как? Я вот уже поближе поднес таблетку. Вот так лучше, вот так лучше. Хорошо, ладно. Потому что женщины на тебя смотрят, а слышат, не слышат. Видят, какой гигант такой-то, 8 километров. Ну, какой я гигант, ты понимаешь? Вот, чтобы твои знали, да? У меня рост 176 сантиметров, вес всего 72 килограмма, понимаешь? Все. Какой я гигант. Если бы я жил в Америке, я бы сейчас сказал, здорово же ты себя продаешь. Шутка. Ну, я понимаю тебя, да, во мне не 100 килограмм, здесь уже нормальный человек должен быть под 100 килограмм. Это же смотреть страшно на людей сейчас. Причем с детского возраста они уже такие откормленные. Поэтому я вот возвращаюсь к тому, что люди думают про твою технику. Она не имеет никакого отношения ни к йоге, ни к самосовершенствованию. Там тебя учат. Говорят, делай вот это, получишь вот то. Твоя же методика. Я просто объясняю другим, как я ее понимаю. Ты даешь возможность человеку самому подобрать ключ к той двери, которую он хочет открыть. Вот как я понимаю тебя. Ты не заставляешь, вот ты делай именно то, для того, чтобы войти вот туда. Нет, дорогой мой. Вот бери для себя удобный, что тебе помогает именно с этим работать. Сейчас я тебе одну вещь скажу очень важную. Очень важную, Рашид, одну секундочку. Это для всех очень важно. Дело в том, что я учусь у Бога. Когда Бог вменял человеку продолжать род людской, он не создавал никаких комиссий по контролю качества. Он просто соединил эту най-ответственнейшую работу с чувством удовольствия. И работа пошла на автомате. Благодаря чему есть и мы с вами. А в школе нас учат прямо по-другому. Шаблонному мышлению, повторением от учения. И поэтому это признак дьявола. А я сейчас создаю школу, где могли бы обучаемость свою люди поднимать, повышать свою обучаемость и быстрее и легче учиться, меньше уставать. Именно по божественному принципу. Там, где мы творцы. Я опираюсь на то, что человек по природе творец. А там опираются на дьявольский подход. Повторение мать учения. Это что такое вообще? Поэтому я хочу помочь людям раскрыть свое творческое начало. Бог в человеке – это творчество, это созидание. Ну, что ты на это скажешь? Я божественный принцип использую в школе. А там используется дьявольский принцип. Вот давай так немножко пойдем. Я даже, будучи твоим поклонником, не всегда с тобой соглашаюсь. Конечно. Немножко ты отъедь в сторону, дай картину людям посмотреть, которая вот меня все время навевает на определенные мысли. Адам и Ева – это плод. Да, ты же вот раз про Бога начал говорить, давай вот к этой картине вернемся. Уже свет падает на Адама. Видишь, он уже немножко светится начинает. Обожди. Давай мы и так с тобой подойдем. Я логически хочу подходить. Ты подходишь немножко по-другому. И, я бы так сказал, скромничаешь. Потому что ты говоришь от Бога, а я говорю от Хасая. Понимаешь, у нас с тобой уже расхождение. Но я тебя Богом не называю. Я говорю, ты Мессия. Понимаешь, да, Мессия? Ты несешь свое людям. Говорите, люди, откройтесь. У вас же все заложено. Вам не надо туда наверх летать, в Нирвану. У вас все здесь на земле есть. Ну, ты как сказал, царство Божие внутри вас есть. Христос тоже так говорит. Вот ты опять про царство Божие. Ну, вот смотри. Вот давай вернемся на твою картину, да? Вот я тебе сказал. Ты когда меня спросил про цвет голубой, я сказал, правильно нарисовал Адама голубым. Правильно, потому что в облаках небо. Небо же голубое. Ну, хорошо. Теперь он приземлился. Теперь Адама вкушает блод зревопознания добра и зла. И опять будет взлетать, но уже мудрым. Сосай, давай не забегай. Мы еще на землю не спустились. Вот то действие, которое ты изобразил на своем полотне, происходило в саду, который Эдем называется. Он был наверху. Это не внизу еще. Теперь смотри. Если вот по твоей логике идти, значит, творец создавал там небеса, твердь, облака, эфир. В конце решил, да, я думаю, побалуюсь. Отдохнул, создал мужика. Его, да. Который у него, вот смотри, он был в райском саду. Правильно? То есть у него никаких проблем не было. Ему не надо было бороться за выживание. Правильно? Не надо было. У него все было. Не надо было трудиться, потому что чего? Все было вокруг и, так сказать, на расстояние вытянутой руки. Ему даже палку не надо было в руки брать, да? Это... Теперь смотри. Ему не надо было думать о продлении рода. Бог его сделал одного, отпустил, запустил в этот райский сад, где он наслаждался жизнью, ни о чем, ни о ком не думая, ни о чем не заботясь. Правильно? У него не было инстинктов. Наконец, творец осознал, что же я сделал-то, блин. Это вот такой вот будет у меня прыгать, как кузнечик по саду, и ничего не делать. Он же никогда развиваться не будет. Поэтому они с дьяволом нашли выход, решение. И они тут же, парня, пока он спал, выломали ребро и сделали женщину. Да, да, да. Теперь смотри дальше. Ведь когда Адам был один, он ведь даже разговаривать не умел, потому что разговаривать было не с кем. Ты понимаешь? Не было инстинктов двух основных, природных, и он не умел разговаривать. Потому что не с кем было разговаривать. Там птички всякие порхали, животные. Он, говорят, знал эти языки, но, извини, это не была человеческая речь. И вот когда появилась Ева, тут и началась жизнь. Вот ты же правильно тогда назвал прошлую нашу беседу, как Ева сделала из Адама человека. Ты же так ее назвал. Мне это сразу в голову. Правильно ты сказал? Вот именно Ева. Я любил сразу у него стихи пошли, и музыка пошла, и поэт. А это уже вот именно следующее, все пошло, и все полнание. А для того, чтобы выразить свои чувства, ему пришлось начать разговаривать, дорогой мой. Да. И когда они совершили то, чего должны были совершить, я не знаю, почему этот творец осерчал, и отправил их вниз. Вот смотри здесь, какая ситуация. Если бы Адаму так понравилось, вот когда он жил один, он мог упасть на колени перед отцом-творцом и сказать, прости заблудшего, оставь меня в саду. Нет, он так не поступил. Он за Евой пошел вниз на землю. Понимаешь? Что значит женщина даже с ним сделала? То он ради нее бросил райский сад и райскую жизнь. Чтобы уже стать разумным и сбираться на вершины, но труден путь. Труден путь, и он с открытыми глазами, чем с закрытыми глазами как исполнитель, он с открытыми глазами, с разумом уже начинает с трудом сбираться. Она его именно и сделала человеком. Потому что, очутившись на земле, он понял, надо выживать. И для выживания надо и род продлевать. Кто его научил? Она его заставила это делать. Понимаешь? Нет, ты хочешь сказать, что мы без женщин ничего бы не сделали. Нет, ничего, это я тебе сразу говорю. Согласен, да. Я согласен, Рашид. Ты просто хочешь, чтобы тебя женщины сейчас уважали, почитали, потому что ты сейчас поешь гимн женщине, ты говоришь хорошие слова, ты ради них там 8 километров бегаешь, ты такой красавец, ты такой неутомимый, любая женщина заинтересуется. Вот как она, женщина, тебя включила, да? Что ты мужчина, а хочешь совершать подвиги. А ради чего мы живем-то вообще? Ну, правильно. Правильно. И поэтому она теперь там на гитаре играет, на новом месяце, на новой луне, и песни поет, и очень радуется, да? Или на скрипке там. Да. На удовольствие. Ну и что? И главное, ты же вдохновил их всех. Картины-то кто рисовал? Не я, ты рисовал картины. И она теперь участник в событии, его свидетель, наблюдает, как мы мужики ради них стараемся, ради женщин. Видишь, какая картина? И участник в событии, и его свидетель. Касай, я тебе сказал, у тебя все картины, а женщины, женщины все живые на картинах. Потому что ты нашел самое основное, я бы сказал, смертельное оружие, которым обладают женщины. Это взгляды и глаза. Это то, чем они нас сразу на повал убивают. Все остальное, это уже детали, да? Это все детали. Говорят, не убило взглядом, а она добивает форму. Я бы так сказал. Ах, эти глаза, Ана Криллакеев, да? Помнишь песню? Вот, я бы так сказал. Да, чтобы люди понимали. Ты все проработал. Я себя вообще считаю, я гнусик. Ты всего того Бога, в Которого все верят. Я, так сказать, уважаю ваше предупреждение. Ну, у меня мой Бог. Она мне дала жизнь. Она меня вырастила, воспитала. Поэтому она мой Бог, понимаешь? А остальное все, ну, о религиях я с удовольствием могу говорить обо всем. Не надо, прошу меня. Извини, мы с тобой в следующий раз поговорим. Ко мне там раненый, звонит его жена. Я обещал, да, да. Он только вернулся, раненый, и уже прикладывается. И она говорит, помогите, помогите. Я сейчас как раз этим должен заниматься. Мы уже время немножко затянули. Все, давай. Я тебя обнимаю, Рашид. Мы продолжим дальше. Я тебя обнимаю. Давай завтра, послезавтра еще следующую запись сделаю. Хорошо, давай. Я пришлю бесплатный вход на вебинар. Как почетному участнику Школы Человек Будущего Homo Futurus. Давай, обнимаю тебя. Взаимно. Давай, успехов тебе и всего доброго твоему клиенту. Пока. Спасибо. Счастливо.